Здравствуйте, в эфире город С. Когда в семье появляется ребенок с инвалидностью, привычная жизнь заканчивается, родители и другие родственники нуждаются в поддержке. Что может сделать общественность для помощи семьям, в которых есть дети с ДЦП? Об этом поговорим сегодня. В нашей студии член городской общественной организации «Дети-ангелы» Татьяна Капустина и музыкант Антон Рубан. Если вам есть что сказать и предложить помощь, или поделиться советами, звоните нам по телефону 202-11-22, мы вас услышим. Здравствуйте, Татьяна Антон. Здравствуйте. Сначала попрошу вас рассказать о вашей организации, почему «Дети-ангелы» с таким прекрасным названием, и когда она организовалась, какие цели вы ставили перед собой? Вы с самого начала там присутствовали или присоединились уже потом? Мы возникли практически 5 лет назад по инициативе родителей из ДЦП. В наших рядах сейчас практически уже 77, то есть мы расширяемся, очень нас много становится. Почему мы возникли? Надоело, можно сказать, сидеть дома, наверное, потому что в четырех стенах ребенок закрыт, не общается, ничего. Мы как-то начали знакомиться. Ну, наверное, сначала как-то в больницах обычно, как знакомятся такие мамочки. В больницах встречаются и объединились. А сайт у вас, вот как вас найти? Вы в социальных сетях присутствуете? Да, конечно. Или только вот в больницах и там продолжаете? Ну, нет, конечно. У нас есть и свой сайт, и есть группа ВКонтакте, у нас там можно найти. Это «Дети-ангелы Самары». И помещение есть у вас, вот где можно встретиться, объединиться, позаниматься, обсудить план? Да, конечно. Два с половиной года назад у нас появилась своя территория, где проводят занятия различные специалисты. Это логопед-дефектолог, коррекционный педагог. То есть, также у нас сейчас там есть досуговый клуб. Мы встречаемся, и в нашем помещении, естественно, все у нас там происходит замечательное. Да, то есть вы хотите как можно разнообразнее сделать досуг детей, и не только досуг, но еще и занятия. Естественно, конечно, конечно. И когда сами родители, конечно, общаются друг с другом, делятся опытом своим непосредственно. Это естественно, конечно. Это очень большая помощь. И моральная, можно так сказать. Вы понимаете, что вы не одни. Конечно. Я вас попрошу рассказать вашу историю. Когда вы узнали об этом диагнозе, какие этапы вы вообще прошли? Вот как это нужно воспринимать? Как сейчас вы уже понимаете, что так нужно поступать правильно? Не паниковать, не еще что-то. Когда родилась моя дочь, я уже сразу поняла, что ребенок у меня будет необычный, с особенностями, что она будет ангел. То есть мы очень долго находились в больнице после рождения, и уже диагноз, он, можно так сказать, был предначертан. То есть это было объявлено сразу. До года мы пытались как-то, ну, везде, в одиночку, мы в одиночку, сами не знали даже вот о существовании таких же родителей. Казалось, в тот момент действительно казалось, что ты одна, что ты одна, и тебе никто не может помочь, это постоянные слезы. Ну, как-то вот потихонечку начинаешь, когда выкарабкиваться из этого, смотришь на окружающий мир, и ты видишь людей, и понимаешь, что ты не одна. Встречаешь таких же мамочек, объединяешься. Как зовут дочь, и сколько ей лет сейчас? У меня дочь Виктория, ей пять с половиной лет. Вот, Виктория, прекрасное имя, это значит победа. Я думаю, что вы победите недуги, тем более, что вы активно занимаетесь. Хочу поинтересоваться у Антона, каким образом вы причастны к этой теме, ну, не то, что вы здесь делаете в этой студии, но вы музыкант, и вдруг тут вот такая тема, так скажем, узкая все-таки, да, и вы тоже в этом участвуете. Да, Татьяну я знаю довольно давно, просто долгий период мы не общались, она меня знает с детства. Так, интересно. Чем я занимаюсь, что я пою, веду праздники, в общем, следит за тем, что я делаю. И в тот момент, это было совершенно не так давно, когда мне позвонила Татьяна, и Антон, помнишь, мы знакомы, очень давно рассказала историю нашего знакомства, я, конечно же, это вспомнил. И когда она предложила, предложила мне быть причастным к благотворительной акции, у меня не было вопросов соглашаться или нет. У меня сразу было, да, конечно, конечно, я помогу, но чем могу я помочь? Тем, что я могу организовать благотворительную акцию, ее провести, сделать из этого какой-то концерт, небольшое шоу для наших посетителей, так скажем, этой акции. Для наших гостей, да. Для наших гостей, да, потому что вход у нас будет абсолютно бесплатный для всех, не будет никакого принуждения, что ты пришел, ты обязан помочь чем-то там. Да, да, да. Если помогут люди, вот захотят, а они в любом случае захотят помочь, потому что с такой проблемой, столкнувшись, и когда они как бы узнают об этом, информацию побольше узнают, проникнутся ей, тут сразу же захочется помочь. И вы сделаете для этого все возможное. Конечно. Судя по вашей эмоции. Конечно, конечно. Любая посильная помощь будет нам необходима, мы будем очень благодарны. Да, скажите дату тогда, чтобы мы сразу ориентировались, когда готовиться к вашему мероприятию, чтобы его посетить. Это будет 15 сентября, вечернее время, с 18.00 до 21.00, это будет благотворительная акция-концерт в поддержку детей-инвалидов и их родителей, именно детей с ДЦП. Городского масштаба, да? Ну да, это будет мероприятие городского масштаба, куда будут приглашены наши самарские артисты, звезды, мои друзья, которые тоже без вопросов, без всяких согласились в этом поучаствовать. Это Кирилл Дамарья Шоу, это баянист-виртуоз Кирилл Мальков, это певица, актриса театра «Самарт» Мария Феофанова, это танцевальный проект «Даймондс». Девушки приедут, станцуют для наших гостей. Ну и, конечно же, я проведу эту акцию и исполню несколько песен, красивых песен самарских наших авторов, естественно, для всех гостей. Да, и сейчас я хочу сказать нашим телезрителям, что в конце нашего эфира обязательно будьте с нами до конца, Антон исполнит песню, красивую песню, как он сказал, о которой только что вот сейчас, о которой сошел. С удовольствием. Да, с удовольствием. Я хочу спросить, у вас был ли опыт до этого, до этой акции у вас вот такого проведения, таких благотворительных мероприятий, потому что с каждым разом, наверное, узнаешь больше, делаешь лучше и так далее. И если можете рассказать, и мы посмотрим фотографии. Да, у нас практически каждый год проходит акция благотворительная, называется «От сердца к сердцу». То есть это сами родители также организуют эту акцию, то есть мамочки вот объединяются и какие-то помощи, идеи, все это воплощаем. То есть также мы приглашаем артистов каких-то, которые нам помогают в этом. Детские танцевальные коллективы, которые с удовольствием тоже выступают, и мы самим интересны деткам выступить и для деток, и для зрителей. То есть у нас вообще очень интересная жизнь, очень разнообразная, у нас и праздники всевозможные для детей проходят. Ну, мы живем весело, я хочу сказать. Да, и хорошо, что вы такой инициативный человек. Вот вы вспомнили про Антона, да, и не то, что вспомнили, и, ну, вот был такой прекрасный парень. Я вас не знаю, а вот уже все... Нет, ну как, за его жизнью я все равно следила, то есть он меня, конечно, младше на определенное количество лет, и мне очень было интересно следить за его жизнью, то есть я... Ну, и он меня, он это помнил, он знал обо мне, то есть я всегда знала, что он поможет, он мне откажет. Антон, а для вас вот это мероприятие, это первое благотворительное, или вы тоже время от времени участвуете в таких вот проектах, мероприятиях? Бывает, что участвую, да, приглашаю, не всегда есть возможность оказаться на этих мероприятиях, но я всегда за, я никогда не отказываю в участии в таких мероприятиях. А почему, вот что вами движет? Понятно, что денег, тем более много, никто не... Ну, понятно, что это не принесет, но это может принести деньги, какой-то вклад именно в эту организацию, и эти деньги, я знаю точно, что они не просто так куда-то уйдут, как к какому-то фонду, там, я не знаю, да, половина из этих денег уйдет, а это реально пойдет на те нужды этой организации. Тут все открыто, тут все и так понятно. Да, и вот, то есть искусство будет служить вот именно таким, вот ради этого. Кроме того, кстати, кроме того, что там будет концерт, там будет дегустационный стол от известнейшего нашего шеф-повара самарского, от Сергея Корнева. Да, да. Это шеф-повар, который работал в известных самарских ресторанах. И за границей. И за границей тоже, да. В этот раз это будет тоже известнейший ресторан в Самаре. О нем информацию о том, в каком ресторане это будет происходить именно, вы сможете увидеть на нашем сайте, в группе ВКонтакте, и, конечно же, следите за моими соцсетями. Я обязательно выложу информацию и всех своих друзей, 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 ну всех-всех-всех приглашу на этот концерт. Да. Да, так что у вас тоже есть, наверное, вот свой сайт, да, Дети Ангелы? Да, конечно, конечно. Это можно просто даже в поисковой строке, если Дети Ангелы Самары, мы обязательно высветимся. То есть наш сайт, форум, где мы общаемся и как раз обсуждаем наши все мероприятия, будущие, прошедшие. К нам дозвонились телезрители. Пожалуйста, добрый вечер. Представьтесь, мы вас слушаем. Вот, пока говорили, ушел звонок, не дождались. Я напомню, телефон 202-11-22. Пожалуйста, у нас сегодня тема такая, дети с ДЦП, как жить семьям с такими детьми, как выходить из этих ситуаций, чем можно помочь общественности, что можно организовать. Мы рассказываем и о том мероприятии, благотворительном, которое пройдет совсем скоро, 15 сентября. Если у вас есть свой личный опыт или вы хотите вступить в эту организацию общественную, городскую, звоните, мы вас услышим. 202-11-22. Я хотела бы поднять еще такой вопрос финансовый. Понятно, что никакой, какие бы благие цели не были, значит, без денег что-то сделаешь, но, может быть, и не так много. Хотя сейчас это волонтерское движение и очень много добрых людей, на самом деле, не только сейчас. Какие возможности вы используете? Я имею в виду гранты. Где-то вы участвуете, свою организацию продвигаете, потому что это тоже очень важно. Конечно, у нас произошло недавно два очень знаковых события для нашей организации. То есть, во-первых, когда у нас возникают какие-то идеи среди мамочек, мы их стараемся осуществить. Возникла у нас идея досугового клуба. Естественно, мы понимали, что какие-то будут затраты, и финансовые в том числе, потому что мы и так все для нашего центра делаем сами. А тут досуговый клуб. Идея очень замечательная, потому что наших детей все равно хочется в обществе, хочется социализировать, чтобы они общались между собой. В садике не всех берут, к сожалению, досуговый клуб. Ну что, сидели, думали и пришли к такому выводу, что нам нужно куда-то писать, как-то что-то делать, предпринимать. Ну вот, и тут как раз Министерство экономического развития, инвестиций и торговли проводило конкурс. Мы написали заявку. Я хочу сказать, что второе место из 150 – это очень большое такое наше достижение. Значит, вы и на региональном уровне, и даже на федеральном, да, участие принимаете? Конечно. Мы вообще очень большие молодцы. Да. И главное, вот инициатива, что всегда радует, потому что вот если без идеи и без инициативы, это ничего, собственно говоря. Конечно, конечно. А кто вы по профессии, Татьяна? Ну, я была инженером когда-то. А, я думаю, что вы какой-то социальный работник, так у вас все хорошо получается в организации. Инженер. Да. Да, понятно. Давайте посмотрим фотографии, которые вы нам предоставили, чтобы иметь представление о вашем центре. Сейчас нам покажут их. Ну, вот как раз это и есть наш досуговый клуб. Детки вот сидят, играют, развиваются. Посмотрите, как у нас красиво, хорошо, очень замечательно и весело. Да, действительно весело. Поделки всевозможные делаем, играем. Вот такая замечательная ракета. А дети между собой очень общаются, то есть им надо настолько сближение, несмотря... У нас же очень много семьи, где и последующие дети, и они здоровые. И мы все приходим туда, то есть и со здоровыми детки, и наши необычные детки, наши ангелочки общаются со здоровыми. Им это настолько нравится. У нас очень много сохранноумственных деток. Да, может быть, там ножки не ходят, да, может быть, ручки не так работают, да, может быть, он не так пишет, но интеллект сохранный. Ему очень приятно общаться также со здоровым ребенком. Да. Вот как раз хотела я такой вопрос тоже поднять. Вот ваше личное мнение, потому что мы не можем говорить за всех. Если первым в семье рождается ребенок с ограниченными возможностями здоровья, многие семьи отказываются дальше от детей, ну, как бы фокусируются, концентрируются только вот на этом ребенке, делают все для того, чтобы восстановить здоровье и так далее, отдать ему полностью вот и жизнь, и все. Как вы считаете, вот нужно других детей? Нужно. Решаться на это, или правильнее будет, в принципе, вот заняться? Нет, обязательно нужно, обязательно, конечно. Это, ну, это, наверное, как счастье, как какой-то награды, потому что, ну, когда ребенок нездоров, понятно, что родителям очень тяжело потом решиться. Я сама была в такой ситуации. Да, я была в такой ситуации, как бы вот у нас вот второе, то есть и у меня сынок и дочка, и они по годке практически, когда вот он играет даже с ней, как она радуется. Это даже, это даже тоже развитие, мне кажется, для ребенка. Понятно, что это тяжелее, это все можно понять, то есть, ну, ребенка нужно реабилитировать, естественно, а тут еще второй маленький, это сложности. Ну, я так думаю, что через это нужно пройти, и все решаемо, и как-то проблемы уходят на задний план, когда счастье такое, ну, появляется. Понятно, что страх, он есть, у многих он есть. И страх, и как бы боязнь, ну, это преодолимо, и прекрасно иметь в семье все-таки здорового ребенка тоже. Да, вот это вот очень важно. У нас остались еще фотографии, не все мы показали, давайте тоже досмотрим их сейчас. Вот. Вот, пожалуйста, это наша была акция благотворительная, называется акция «От сердца к сердцу». Вот, ну, мы организовываем, вот, посмотрите, это вот выступали артисты наши, приглашенные тоже дети, танцевальные коллективы. Мамочки у нас, рукодельницы, сделали это замечательное сердце с ладошками. Вот. Людям очень было весело, то есть им нравилось. Летом у нас тоже недавно проходила акция, сейчас вот, наверное, возможно, будут дальше фотографии такие. Девочки замечательные. Интересные, да, вот я тоже хотела сказать. Да, 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 это вот выступала. Девочка у нас замечательно пела. Вот, танцевальные коллективы. Ну, то есть это вот, вот эта вот акция «От сердца к сердцу», она проходит каждый год. То есть мы ее каждый год вот практически делаем. Вот недавно была у нас она летом. Это вот наша, как бы, реабилитация деток. То есть вот как занимаются, то есть реабилитологи. Такая ЛФК, физкультура. То есть это вот детишки. Детишки-то сами какие у нас радостные. Несмотря на то, что они занимаются, то есть они все улыбающиеся, веселые, без слез. То есть у нас работают реабилитологи, сами такие очень позитивные люди. К любому ребенку найдут подход. У нас строительный позитив, это многие проблемы поможет переломить. Конечно. Антон, я хотела спросить у вас, вот что значит организовать вот такую акцию, такое мероприятие? Потому что понятно, что когда будет мероприятие, мы все увидим только вот внешнее. Вот что за этим стоит? Кто вам помогает? Как вы к этому идете? Из каких этапов это все складывается? Вот насколько это сложно, да? Вот какие-то у вас возникают преграды или что? Или вот как все складывается? На самом деле вообще никаких сложностей нет. Потому что за этим огромный труд стоит. Это огромный труд, как бы я, ну за плечами-то есть опыт организации мероприятий. И поэтому это какой-то уже большой трудности не составляет. Взять, сделать сценарий интересный, срежиссировать какие-то моменты концерта. Пожалуйста. Тем более, когда есть команда, единомышленники, когда все это делается вместе, то есть мы вместе можно и горы свернуть. Поэтому если есть несколько человек, которые занимаются и стремятся к этой цели организовать, никаких трудностей не возникает. И я надеюсь, что их не будет. Потому что кроме специалистов-медиков, так скажем, нужны же еще, вот хорошо, что вы приглашаете, да, и певцов, и танцуете, вот развивать же не только здоровьем, да, заниматься полноценно, человека развивать во всех отношениях. И тем более, сегодня вот проблемы с культурой, как бы вот они такие, да, вот сколько много проблем возникает из-за отсутствия культуры. Казалось бы, вот и грязи не было, и каких-то даже страшных случаев, если люди были бы воспитаны культурные, да. Поэтому вот как хорошо, что у вас такое вот сотрудничество с людьми культуры. Вы приглашаете, и это, конечно, прекрасно. И я все-таки хотела о специалистах-медиках вас подробнее узнать, кто вам нужен, кого вы приглашаете, кто в силах вам помочь. Потому что, в принципе, ведь есть медики, которые, может, уже не работают, или могут как-то помочь, но они об этом не знают, кому, когда и как. Или нет? Или вы таких вот боитесь, что кто-то вот выскажет желание, вы скажете? Ну, может, и не надо? Ну, как сказать, у нас, конечно, мы же расширяемся, и это сейчас 70 семей. Что будет через два, через три года, неизвестно. То есть нас будет и 150, может, нас уже будет 200. Естественно, нам нужны будут очень хорошие доктора лечебной физкультуры. У нас работают в нашем сейчас центре замечательные логопеды-дефектологи, коррекционный педагог потрясающий, но лишними нам они тоже не будут, потому что рук-то на всех не хватает. И я не знаю, как это сказать, но почему-то я вот на улице, то ли мы перестали уже действительно стесняться этого, я на улице почему-то начала больше видеть детишек таких, к сожалению. То ли я просто со своей проблемой уже обращаю внимание на улице, на детишек. Но я вижу их. То есть действительно они есть. Я так думаю, что если нас будет больше, то нам и нужно будет больше, естественно, специалистов. Ну, кстати, вот отношение к инвалидам и к детям, и к взрослым меняется все равно в обществе. Я согласна с вами, не совсем еще, но привыкают. Уже нет такого удивления на лицах всегда буквально. Ну, и мы, наверное, тоже к этому причастны, потому что мы перестали сидеть дома, мы идем в общество. Мы же, наоборот, про себя везде кричим, рассказываем. Об этом нельзя молчать, люди должны про нас знать. И привыкать к нам, что мы есть, и как-то нам, наоборот, помогать, способствовать. Как-то вот так вот. Ну да, некоторые здоровенькие люди жалуются постоянно на жизнь. Вы посмотрите, вот, вот есть нездоровенькие ребята, что вы жалуетесь, да? Даже вот в моей ситуации, во дворе, даже детишки маленькие, они настолько привыкли к Виктории, я совершенно с ней не стесняюсь, гуляя, и они к ней подбегают, и за ручку ее берут. Ну, и как-то вот они совершенно не обращают внимания, что она ребенок необычный. Да. То есть мы там с детства, детишки маленькие, они с детства привыкают, и они также растут с Викторией, она для них совершенно обычная. Если у меня сын бегает с ними, играет, прыгает, мы рядом сидим в колясочке. И они, Виктория, вставай, ее еще за ручки, ну ты когда ножками пойдешь, а не ее чуть-чуть помладше. Это даже так смешно, меня даже это радует и как-то умиляет. Да, конечно, вот этими всеми проблемами воспитания нужно с детства начинать заниматься. Согласна. Да, с самого-самого раннего. И еще, чтобы уже подходит время, но еще осталось минут пять до вашего выступления, Антон, я все-таки хотела предложить вам рассказать о вашей деятельности как музыканта и певца, в каком музыкальном аспекте, так скажем, вы работаете, какое направление музыкальное у вас, и почему вы, в принципе, стали музыкантом, даже такой вопрос. Почему это у вас наследственное? Да, так скажем, если копнусь в историю моего появления на сцене, то это, конечно же, причастна моя любимая мама, что она в определенное время, в шесть лет отдала меня в детскую вокальную студию. И вот я долгое время занимался там, да, там не только вокал, там танцы, актерское и все остальное, а участвовал в огромном количестве конкурсов международных, всероссийских, всегда приезжал с победами. Потом поступил в институт на актерский факультет и на преподавателей эстрадно-джазового вокала. Закончил, и вот, собственно, поэтому я этим и занимаюсь всю свою жизнь. Это дело всей моей жизни, то есть это мой основной заработок, так скажем. Это и то, что мое хобби, так скажем, это дело всей моей жизни. Вот, как прекрасно, вот что про маму вспомнила. Вот как прекрасно, когда дети благодарны. У меня такой вопрос еще, на который, может быть, и вы сейчас не сможете ответить, но вот будущее таких детей, оно всегда вызывает какую-то тревогу и много сомнений, да. И вот особенно у родителей, конечно, страшно представить, что будет. Вот что вы уже думаете про это, вот конкретно про своего ребенка, что будет дальше? Согласна, я думаю. Ну, все-таки, я так думаю, что у меня растет второй сын, и он не даст как-то вот ей... Еще одна причина, что дети нужны в семье. Да, согласна. Таких семей дети нужны еще. Я с детства приучаю своего сыночка, что ей нужна помощь, что она беспомощная. Понятно, что он вырастет, у него, возможно, будет своя семья, также у него будут дети, но чтобы про нее он все равно не забывал. И у меня вот, наверное, этим, может быть, чуть-чуть успокаивается душа. Нет, я переживаю, конечно, что будет. И мы не молодеем все-таки тоже. Ну, надеюсь, что как-то вот он не будет про нее забывать, она будет все равно ему как-то вот... Ну, и планы и образования, и все вот это дальнейшее развитие тоже, конечно, вот... Ну, к сожалению, я хочу сказать, что помимо нашего ДЦП у нас еще эпилепсия не очень, как бы это вместе, когда такой диагноз, не очень хорошо. Но вы человек-борец, и я вам желаю, чтобы все-таки вы все это вот перебороли и победили вместе с Викторией. Спасибо. А сейчас я хочу предоставить слово и микрофон, даже не слово. Та песня, о которой мы вам говорили, пожалуйста, Антон, она сейчас прозвучит, ну, а мы с вами на этом простимся. Антон, микрофон за вами. Это песня нашего самарского композитора, он народный артист России, Марк Левян, на слова Валерия Ерицева называется «Мои друзья». Время подожди, постой и не уходи, Дай мне передохнуть когда-нибудь так или не так. Я делал каждый шаг, мне нелегко порой, Но в книжке записной есть телефон и адреса, И оживают голоса всех тех, с кем связан был судьбой одной. И плывут воспоминания прежних дней, И минуты, что прошли в кругу друзей, Самых верных, самых преданных друзей. Всех живущих и которых рядом нет, Звезды падая, прочерчивают след, Оставаясь навсегда в судьбе моей. Осень за окном, мороз стучится в дом, Метели, как всегда, и холода. Но случится вдруг, зайдет мой старый друг, И сразу грусть тогда растает без следа. Нам есть о чем поговорить, Нас дружбы связывает нить, И молодость, и лучшие года. И плывут воспоминания прежних дней, И минуты, что прошли в кругу друзей, Самых верных, самых преданных друзей. Всех живущих и которых рядом нет, Звезды падая, прочерчивают след, Оставаясь навсегда в судьбе моей. И плывут воспоминания прежних дней, И минуты, что прошли в кругу друзей, Самых верных, самых преданных друзей.